Вот, я уже провела все. Видите, уже у меня все. Влажный здесь грунт, вот здесь вот немножко еще можно пролить. И сейчас я буду потихоньку их вытаскивать. Земля здесь рыхлая, влажная. Вот, буду вытаскивать вот с этой стороны. Вот так вот. Вот, и беру вот такую вот обычную зубочистку. И зубочисткой их вот так вот раз. Они такие нежные. Вот так вот беру ее. И чуть-чуть ее, опа, вот так вот пересаживаю, пикирую. Так вот. Мне кажется, можно немножко подсыпать, поэтому я и взяла. Вот так вот, видите. Потому что, когда проливаешь, вода уже из-за воды усадку дает. Что-то, какой-то там корешок. Ну, ничего страшного. Все. И далее. Следующую также. Может быть, кто-то скажет, что я это слишком рано делаю. Но я так делаю всегда. Мне кажется, чем корешок меньше, тем меньше он, знаете, меньше он страдает при пересадке. Вот. Здесь, мне кажется, не стоит подсыпать, пока подрастет потом. Потом. И вот так вот чуть-чуть я немножко. Немножко на цветочек попало. Ну, главное, чтобы не попасть. Вот так вот, чуток. Все. Потому что там я хорошо все пролила, друзья. И я считаю, что не надо. И вот так вот сейчас я все, все их пересажу. Вот так вот. Даже вот я, знаете, от одного известного цветовода, мужчина. Я не помню, как у них канал называется. Но очень известный канал. Они тоже, у них бизнес. Они выращивают цветы, продают их. У них очень красивые цветы. Вот. Даже они, помню, в одной передаче сказали, что желательно не пересаживать прямо, вот, знаете, один, второй, третий, четвертый. Я вот даже помню, они вот семечком посадили вот в такие уже стаканчики. Так, ну, я думаю, что здесь даже поливать не надо, потому что здесь влажная земля. Вот. Посадили, значит, они в стаканчики уже в такие, по семечку. И уже когда семечко все это проросло, выросло, они посадили, ну, в большой стакан. Так как мы на продажу, вот, последние большие такие стаканы, знаете, да. Вот так вот. Все. Вот уже, я чувствую, что вот корень большой, где-то он там потерялся у этой бетунии. Маленько, видимо, оторвался. Ну, надеюсь, что это ей не повредит. Вот. А чем они больше, они тоже, знаете, начинают рваться, проблемы возникают. Вот так немножко подсыплю. Вот так, чуть-чуть. Так, друзья, ну, я не буду дальше это все показывать. Сейчас я вот это вот закончу, просажу. И уже вам конечный результат я вам покажу. Так, друзья мои, закончила я с петуньями. Все я их, как видите, пересадила. Вот они у меня, мои красоточки. У меня осталось два стаканчика. И там у меня где-то так, 10 штук почти подготовленных для гибридной вербены. Вот хочу ее пересадить тоже. Вот. Если стаканчики останутся... У меня еще есть львиный зев. Так, львиный зев, антириум, неправильно, антиринум. Антиринум. Львиный зев, радуга, смесь сортов. Вот, друзья, вот такой тоже прекрасный цветок. Ни разу я его не сажала. Видно, наверное, вам, да? Низкорослая форма популярного обильно цветущего растения. Цветки ароматные, крупные, собранные в кистевидные соцветия. 30-40 см. С многочисленными цветоносами. Цветение очень раннее и продолжительное. Растения неприхотливые. Холодостойкие, что для нас, для сибиряков, немаловажно. Относительно засухоустойчивые. Ну, используются на рабатках, в миксбордерах. Подходят для срезки, на клумбах используются. Вот, друзья, хочу его посадить тоже, если место останется. Так, что ж, я это в сторону убираю. Так, у меня тут два стаканчика. Сейчас я вот так вот их сюда перемещу. Осталось. И вот, у меня уже подготовлена вторая часть. Таким же образом я поступлю и с вербенной. Вот, ну, у нее корень подлиннее. Поэтому луночку надо ей делать. Вот у меня где-то палочки оставались. От суши, от роллов. Брала как-то. Ну, не могу их найти. Очень удобно такими палочками пользоваться. Друзья, не знаю, попробую вот этой штучкой вот так вот сделать. Мне кажется, получше будет, да. Ну, что, и так же поступаем, и подкапываем там, где ее корешок. Где она, что она. Видите, она уже как глубоко. Вот такой вот у нее уже корешок. Видите, друзья? Довольно-таки длинный. Ну, пока посажу все-таки сюда. Мне кажется, пусть она еще здесь порастет. Придет время, значит, пересажу в стаканы. Вельбену я тоже еще не высаживала, друзья. Ну, знаете, у меня, в общем-то, цветов довольно-таки много в моем саду. И крупных цветов, и многолетних. Ну, знаете, глаза заглядущие, руки загребущие. Хочется еще, еще, еще. А все это надо полить, рыхлить, в общем, следить за растением, как оно растет, ухаживать за ним. Ну, сами понимаете, если запустишь, то ничего от растения не останется. Поэтому я себя, конечно, стараюсь сдерживать, но все равно не знаю, как в этом году, вот что там, как будет расти. У нас тоже помидоры, огурцы, как всегда. Так. Все. И засыпаем вот так вот. Еще, я думаю, немножко земли присыпать. Сейчас я вот все их высажу вот так по рядкам. Видите, уже у меня этот львиный зев, тоже я его купила, семена. И в прошлом году я подсаживала другие цветы. У меня, кто смотрел мои видео, там я подсаживала другие цветы. Поэтому лилейник посадила. Так, хотелось мне лилейник посадить, я его посадила. Как уж он в этом году перезимовал, не знаю даже. Вот. Так вот. Следующий. Так, потом еще что там я... Так. Еще высаживала. Вот. Ага. Что-то как-то поднялся уже высоко. Надо, наверное, все-таки его больше... Ладно, я земли присыплю. Не буду уже рисковать, а то вдруг корешок поломаю. Не стоит. Так. Далее. Вот, когда я все сижу, думаю, как же этот цветок-то называется. И прямо вылетело из головы у меня. Так, это тоже как-то надо его опустить пониже. Так, друзья мои, сейчас я вот закончу с вербиной. И, значит, покажу вам уже результат. Высадила я в стаканчики всю вербину. В общем, стаканчиков у меня не хватило на львиный зев. Сейчас я, наверное, вот сюда его пересажу. Ну, вырастет, вырастет. Значит, там в саду своем найдем ему место. Вот. Ну, а здесь я, значит, закончила. Сейчас я возьму, значит... Ага. Что там за семена? Так, значит... Ну, вот так вот посеем его. Что там получится? Посмотрим. Что будет зря лежать, да? Так, наверное, здесь много семян. О, семена еще и мелкие, друзья мои. О-о-о! Ой, они такие мелкие, оказывается. О-о-о, смотрите. Надо брать... Сейчас я возьму зубочистку. В общем, друзья мои, я не ожидала, что они такие мелкие, а они почти как петунии. Видите? Значит, надо их зубочисткой вот так вот брать. И вот так вот их... Нет, не буду я, наверное, зубочисткой. Попробую я их... Вот так еще хуже получается. Вот так вот, знаете, делать буду. Вот так вот. Ну, еще здесь вот немножко посыплю. И, наверное, хватает. Вот так вот. Все, а это... Так еще сделаю, что ли, львиный зев. Чтоб не забыть. Все, друзья. Ну, а это пускай лежит на следующий год. И вот так вот. Чуть-чуть. Я так поняла, и даже не надо это. Все. Надо полить их, попрыскать. Вот попрыскать у меня нечем их. Ну, как-нибудь сейчас пролью. Итак, друзья. Что, значит, посадили сегодня? Львиный зев я посадила. Не выдержала моя душа цветочная. Посадила вербену гибридную. Сейчас я покажу вам, куда я их поставлю. Секундочку. Так, друзья мои. Ну, что ж. Завершила я пересадку, пикировку своих растений. Питунью вербена засеяла, значит, не выдержала львиный зев. Я его, видите, ну, как тепличку ему такую сделала. Посыпала. Не знаю, взойдет, взойдет, не взойдет, не взойдет. Еще там осталось очень мелкие семена, как у питуньи. Я даже не ожидала. Вот так вот уже выросла моя драцина, друзья мои. Вот такая она уже стала красивая. Вот такая она стала уже большая. Так вот выросла. Радует меня. Знаете, вот она стояла на окошке, на кухне. Видимо, и так ей все здесь нравилось. Я сейчас вот поставила сюда. Вот видите, у меня где теперь стоит питунья, вербена. Все здесь. Вот один стаканчик только не вошел. Вот единственный стаканчик у меня здесь. Ну, наверное, я сюда лук высадила. Вот одна луковица у меня растет. Вторая что-то у меня сгнила. Ну, ладно, я так и оставила. У меня вообще уже нет места на подоконнике. Вот это у меня моя, значит, вроде пришла в себя. Я ее подкормила. Это, как видите, моя красавица фиалка. Фиолетовая она у меня. Так, и вот еще решила дополнить новым молодым растением. Посадила, значит, листик вот этот. Он уже пустил корешки. Там даже уже отросточки были, друзья. Ну, не знаю, как, что дальше будет. Листик стоит, наверное, отросточки пробьются. Вот. Решила обновить. Ну, а сюда, сейчас в этот уголок, я поставлю, значит, все-таки свою драцену. Ну, все, друзья мои. Вот так вот она будет здесь у меня стоять пока. Решила я ее не менять ей место. Раз ей так здесь нравится, пусть дальше растет. Все вот так вот у меня теперь здесь на подоконнике. Главное следить теперь за Бонитой моей, за Бонечкой. Вот так вот. Чтобы она не трогала мои грядки с моими цветами. Ну, что ж, друзья мои, кто был со мной до конца, спасибо вам за ваше терпение. Мне показалось, что видео получилось длинным. Всем хорошего настроения. Всем хороших пикировок, хороших пересадок, пассивов. В общем, весна пришла, будем сажать и надеяться на хороший урожай. Высаживаем, пикируем с позитивом, с настроением. Всех вас люблю. Всем пока-пока.